Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня со мной в эфире бывший разведчик-нелегал КГБ СССР Сергей Жирнов. Сергей будет моделировать наш разговор. Сергей, пожалуйста. Добрый день, Виктор. Добрый день зрителям наших обоих каналов. У нас уже сегодня третья передача. Наши передачи смотрятся с большим интересом. Мы нашли правильный формат и я так думаю, что мы будем дальше его продолжать. Эта неделя у нас очень напряженная, много событий. Скорее всего, мы даже не уложимся в час, но я думаю, что наши зрители нас за это не осудят. Первой тем, конечно, я предлагаю вам осудить, Виктор Михайлович, итоги выборов. Хотя, конечно, мы все понимаем, что никаких выборов не было, потому что выборы это не просто опускание какой-то бумажки куда-то, а это подбор кандидатов. И когда не допущены на эти выборы основные кандидаты оппозиционные, то выборов уже нет. Поэтому, кстати, ни одно цивилизованное государство не признало эти выборы демократическими, не признало эти выборы нормальными. И Украина вообще даже возбудила уголовное дело за то, что Россия провела в аннексированном Крыму и на востоке Украины выборы на аннексированных территориях. Что вы здесь можете прокомментировать по этому поводу? Да, действительно, выборами это назвать достаточно сложно. Это достаточно сложно даже назвать голосованием. Это, извиняюсь, ерунда какая-то. Это абсолютно не демократическая процедура, которая была абсолютно спальсифицирована. Мы уже говорили о том, что даже руководство России в лице Владимира Путина не знает точных результатов, по крайней мере реальных результатов, как было проголосовано. Потому что фальсификация настолько громадная, настолько всеобъемляющая. Начинаются они снизу, что даже власть не имеет возможности четко понимать настоящую картину электоральную, которая сейчас происходит в России. Полностью спальсифицированный результат. Депутат, ну что можно сказать, Путин получил 445 послушных депутатов. Я беру 5 условно, возможно, теоретически честных людей, теоретически еще раз скажу, которые не будут действовать четко по указке президента. Но 445 вполне достаточно для того, чтобы проводить абсолютно любые законы. Это абсолютно лояльные люди, в том числе и партия «Новые люди», извините за тавтологию, абсолютно лояльная партия. Это партия, которая была создана под эгидой администрации президента. Да, там спонсорское участие было руководителя партии. Да, Ковальчуки были больше лоббистами этой партии, чем спонсорами. Спонсорами все-таки был сам Нечаев и плюс еще определенные люди. А Ковальчуки были больше лоббистами, которые эту партию отстаивали перед президентом, который потом в свою очередь дал распоряжение администрации президента заниматься продвижением этой партии. В том числе использовалось для продвижения этой партии государственное финансирование. Я надеюсь, что в скором времени журналисты-расследователи дадут эту информацию. Ну, если они не дадут, мы поможем. И всем станет ясно, что будущий состав парламента абсолютно не имеет никакого отношения к демократии, к какой-то вообще свободе. Это абсолютно послушный парламент. Это даже парламентом назвать невозможно, потому что там не будет однозначно никаких дискуссий. Это орган, который выполняет любые приказы президента и его администрации. Ну да, я с вами согласен, что это не институцией даже является. Это такой потемкинская деревня. То есть фасад красивый вроде. Может, они называют это парламентом каким-то. Но все нормальные люди понимают, что парламент это, прежде всего, люди, которые могут голосовать независимо. А у нас этот парламент не является независимым голосователем. Анекдот. Давайте скажем, потому что эти выборы можно обсуждать бесконечно. Всем понятно, что никакого реального выбора не было. Но вот в Кировской области анекдотическая ситуация, когда губернатор Кировской области Игорь Васильев отказался немедленно тут же своего депутатского мандата, потому что он был первым номером по списку ядра. И в пользу Марии Бутиной, знаменитой Марии Бутиной, которая прославила свои эпопеи в США. И, значит, вот теперь еще такое лицо проходит в парламент. То есть вообще они себя даже не уважают, потому что, в общем, все помнят, как она ездила в колонию к Навальному, как она его там отчитывала за то, что он обманывает народ, и что замечательная вообще колония, и нет лучше государства и исправительно-трудовой системы, чем в Российской Федерации. Да, абсолютно согласен. Глупость полная. Мария Бутина один из наиболее комичных персонажей в этой ситуации. И даже не то, что комичных, как карикатуричных. Карикатурич на будущего депутата, а не депутат. И выглядит это действительно абсолютно бессовестно. Вообще, ну, о какой совести можно говорить в отношении нынешней российской власти? Здесь о совести говорить абсолютно не приходится. Да, вы абсолютно правильно еще затронули тему признания или не признания выборов. Будем смотреть, будем ожидать реакции международного сообщества. Но Украина, вы правильно говорите, даже возбудила несколько уголовных дел. Их можно понять. Крым аннексирован, по их мнению, абсолютно незаконно. Я согласен с этим мнением. Аннексия была действительно незаконной. И, ну, с другой стороны, в сторону Украины тоже хочется сделать определенное замечание. Например, есть то, что заведены уголовные дела, это великолепно. Существуют ли в Украине уголовные дела в отношении президента России Владимира Путина, которого они считают самым главным злодеем? Наверное, небезосновательно. Но существуют, как вы считаете, Сергей, в Украине уголовные дела в отношении президента России Владимира Путина? Я про них не слышал. Их просто не существует. Их не существует. Я не понимаю, почему такая позиция, почему Украина, которая считает, что, наверное, опять-таки, небезосновательно, я с этим согласен, считаю, что ведет войну, которая была спровоцирована российским руководством, почему нет уголовных дел в отношении Владимира Путина, почему до сих пор дипломатические отношения, почему ведется торговля вовсю, почему... Вопросов почему очень много. Выглядит это все немножко лицемерно, как по-моему. Но, опять-таки, это дело удовольствия украинам. То, в общем, это фактически война, да, то есть это с украинской стороны. А они все-таки не хотят, наверное, доводить до такого состояния это отношение. То есть вот я так для себя это объясняю. Ну, здесь я соглашусь с мнением Ходорковского, который сказал, что война для Украины это не худший выход в данной ситуации. И, на мой взгляд, им стоит серьезно задуматься над своим будущим, потому что в Украине, как я сейчас немножко... Я серьезно вникал в ситуацию в Украине на протяжении многих лет. Я работал по этой части, по части Украины. И знал ситуацию в Украине идеально. В последние несколько лет я немножко отошел от этой темы. Я старался не задумываться. А вот в последнее время опять начал вникать. И я понимаю, что в Украине достаточно серьезная ситуация. И над будущим надо действительно всерьез задумываться. Потому что грядет кризис в Украине, достаточно крупный кризис. Это связано и с повышением тарифов, и с повышением, как я понимаю, в скором готовится повышение налогов. И там вообще, недавно вы знаете, произошло покушение на помощника президента Шефира. Мы еще обсудим, я надеюсь, с вами эту тему. Да, конечно. Ну вот, поскольку вы ее затронули, мы можем к ней перейти сразу. Да, значит, наши зрители наверняка знают, что в то время, когда Зеленский находился на ген-ассамблее в Нью-Йорке, под Киевом произошло нападение, машина его помощника была обстрелена. Он, к счастью, не пострадал, там пострадал водитель. И интересно было бы, конечно, услышать ваше подробное мнение об этом деле. Может, какой-нибудь инсайд даже, который у вас есть. Было бы очень интересно, я думаю, нашим слушателям это услышать. Ну, инсайд на данный момент у меня никакого нет по этому поводу. Я единственное могу сказать, что сейчас в Украине широко обсуждается тема, что это могла быть инсинуация нападения и покушения. Но, на мой взгляд, эта теория маловероятна. Дело в том, что реально расстреливать небронированную машину, при том надеяться, что достаточно хаотична была стрельба, как я понимаю, насколько я видел по той картине, которая в прессе представлена. Стрельба была достаточно хаотична, и пули попадали и в водительскую дверь, и в капот, и в крыло, и в заднее крыло. И стрелять таким образом и надеяться, что не попадешь в пассажира, который находился сзади. Ну, это такое, это больше в воле случая. Поэтому, на мой взгляд, это не выдерживает критики версия. Скорее всего, было действительно покушение. Как я понимаю, покушение было совершено непрофессионалом. Раз было совершено непрофессионалом, то, скорее всего, в скором времени нам будут известны результаты расследования. Я думаю, что расследование придет к какому-то все-таки реальному выводам по этой теме. Я надеюсь, по крайней мере. И мы с вами знаем больше, чем знаем сейчас. Виктор, случаи счастливые бывают. Мы напомним, что в истории было покушение на президента генерала Де Горе во Франции, когда его машину, не бронированную, расстреляли сотрудники, члены террористической организации. И выпущено было примерно 100 пур, и ни одна в него не попала. То есть, он вообще, потом говорили, что это Бог его спас, потому что так и защитили машину. И вообще ни одной царапины ни у кого-то, такое бывает в жизни. Я говорю именно об этом. Я говорю именно об этом, что, скорее всего, это действительно был счастливый случай, что при настолько хаотичной стрельбе действительно не задели шефира, действительно не был убит водитель. Это из разряда счастливого случая. Я говорю о том, что это не было инсинуацией, это не было представлением насчет того, как говорят сейчас в украинской прессе, что это вполне возможно, офис президента сделал такую постановку оценическую. Как вариант еще тоже. Он же был в Нью-Йорке, в результате ему сорвали какие-то там переговоры, в результате он вернулся раньше, чем планировал. То есть, вот такой вариант может быть? Что ему просто хотели помешать провести серьезные переговоры, потому что все понимают, что в кулуарах Организации Объединенных Наций в сентябре на Генассамблее съезжает сюда очень много руководителей, и это возможность как раз очень быстро проработать и, может быть, даже расширить крымскую платформу, то есть получить туда еще каких-то подписантов серьезных на международном уровне. Абсолютно согласен, что действительно это могло быть поводом. Вполне очень реалистичная версия. Да, согласен абсолютно. Вот, ну и тогда, значит, закрывая первые две темы, значит, украинскую и выборы, добавим еще один камеш, очень важный, это вообще событие, событием стало выступление Обдогана на Генассамблее, в которой он, в общем, высказался совершенно четко, открыто, что Турция не признает аннекцию Крыма, не признает ее никогда, и что, в общем, она и поддерживает, и тут же развернулась против этого дела, конечно, с российской стороны огромная компания пропагандистская, его обругали, Захарова, Песков, как всегда, выступили, и Россельховский надзор тут же обнаружил во фруктах из Турции, в помидорах из Турции, вирусы, гниль и прочие всякие вещи. В общем, ну, Эрдоган, вообще, мощно выступил в этом смысле. Здесь я предложу вам, Сергей, немножко более подробно остановиться на этой теме, потому что Эрдогана в международной политике и в смысле влияния на Россию несколько недооценивает, по крайней мере, как я понимаю, российское общество. Дело в том, что Эрдоган достаточно сильный политик, очень умный и очень хитрый. Он по своей хитрости несравнимо превосходит президента России Владимира Путина. Путин искренне восхищается Эрдоганом, искренне еще раз подчеркну. Я знаю, что... Я тогда еще был вхож в те круги, в круги российского президента. Я знаю, что Путин всегда с восхищением говорил про Эрдогана, даже в те сложные времена, когда был сбит российский самолет, как вы помните, да, когда тоже были введены санкции по отношению к Турции, но Путин не переставал относиться в глубине души хорошо к Эрдогану, и не только в глубине души, но и высказывал слух эти мысли. И когда у Эрдогана готовился переворот, о перевороте готовящемся предупредила российская разведка. Об этом стоит помнить. Путин фактически спас Эрдогана. В тот момент российская разведка сообщила, и по дипломатическим кругам Эрдогану сообщили, что готовится переворот буквально за несколько часов. И Эрдоган благодаря этому смог предотвратить этот государственный переворот. Несмотря на это, Эрдоган продолжает относиться к президенту России с такой... с восточной хитростью строить свои отношения с Путиным. Я знаю, что во время переговоров были такие переговоры, когда Эрдоган всерьез обсуждал с Путиным аннексию некоторых территорий. Я сейчас не буду об этом говорить более подробно. Может быть, когда-нибудь в будущем об этом расскажем. И Путин возлагал на эти планы достаточно серьезные надежды. Эрдоган на данный момент находится впереди на два шага от Путина. Путин немножко переключился на внутреннюю политику. Есть свои сложности, свои проблемы. А в международной политике Турция наращивает влияние. Вы можете это наблюдать, что называется, онлайн. Постоянно Турция во всех конфликтах принимает участие. В частности, в Карабахском даже конфликте она принимала участие. Конечно, конечно. Это наиболее яркий пример. И Путин не ударил палец о палец, чтобы помочь Армении. И это было сделано специально, потому что его не устраивал тот режим, который установился в Армении. И он дал возможность Эрдогану сделать все, что тот хотел в Карабахе. Более того, я вам скажу, Сергей, информацию из генштаба Армении передавали турецкой стороне, а те, в свою очередь, Азербайджану. Это было сделано через российскую разведку. Путин откровенно играл на то, чтобы Армения лишилась влияния в Карабахе. Это было сделано действительно демонстративно. Фактически, Путин пытался повлиять на внутриполитическую повестку в Армении. Пытался снять Пашиняна, который ему искренне, как мягче сказать, не нравится. Не нравится, да. Не нравится. Да, реально, он просто терпеть не может Пашиняна. Он не любит выскочек, по его мнению. Он не любит тех людей, которые приходят на волне революции, конечно. Они ему искренне противны. И, да, война, которая была, это можно назвать полностью войной. Этот конфликт, который был в Карабахе, который, если не ошибаюсь, в конце осени прошлого года, да, я сейчас чуть когда-то не могу припомнить. Да, это, конечно, был проигрыш Армении. Несомненно, роль сыграла Россия, российское руководство, вернее. Ну, да. Ну, а у Эрдогана еще мощные инструменты, кстати, воздействия на Путина. Вот, хотя там Российский Серхознадзор, конечно, там сейчас пытается замутить воду, но Эрдоган поставляет в Россию на 5 миллиардов долларов фруктов и овощей. То есть, если Россия откажется от этого, а где мы тогда, там, где россияне будут покупать свои овощи и фрукты? И кому Россия будет продавать свою нефть? Потому что там на 15 миллиардов долларов Эрдоган закупает у Путина нефть, которая не самого лучшего качества. И, в общем, так сказать, поэтому, кстати, вот когда вы напоминали, что вот была история в 2015 году, сбили истребитель в ноябре, и, значит, там несколько месяцев Путин, типа, дулся, пытался вводить какие-то санкции, и сам же первый их, эти санкции, отменил. Да, конечно, я именно об этом и говорю. И не просто отменил санкции, он помог Эрдогану избежать военного переворота. Это Путина считал большой, не просто своей заслугой, а он искренне любит тех людей, которым он помогает. Так оно есть, вы можете посмотреть это по многим примерам. Тех людей, которых он спасает, он потом к нему проникается гораздо больше, чем к тем людям, которые спасают и помогают ему. Есть такая у него черта в его натуре. И вот он к Эрдогану действительно благоволит и очень хорошо и трепетно относится. И надо не забывать, что впереди переговоры с Эрдоганом. Эрдоган собирается посетить 29 сентября с учеником и собирается переговорить там с Владимиром Путиным. И, несомненно, выступление Эрдогана в ООН, это, несомненно, давление на Путина и отстаивание тех позиций, которые он будет представлять во время переговоров с Путином 29 числа. Еще, по крайней мере, неизвестно, будут ли эти переговоры. Я знаю, что на сегодняшний день Владимир Путин не очень хорошо себя чувствует после перенесенных операций, манипуляций медицинских. И на данный момент будут переговоры или не будут, пока этот вопрос находится в подвижном состоянии. Ну да, потому что в последний момент отменил свою поездку в ШОС. То есть он может тоже придумать, что он до сих пор сидит в карантине. И, так сказать, извини, товарищ Эрдоган, встретимся в другой раз. А вот по поводу операции. Вы писали на своем канале, и там вот вам задавали вопросы. Я вам передавал, что вот Валерий Соловей говорил, что вы сказали, что ее делали русские врачи, а Валерий Соловей говорил до этого, что его лечат израильские врачи. Здесь вот какие-то новости есть? Какой-нибудь инсайт? Какие-то изменения? Да, конечно. Его не лечили израильские врачи. Израильские врачи принимали участие. Принимали участие и в операции, которая была в феврале 2020 года, и в лечении принимали участие. В том числе, это по онкологии, по другим неврологическим заболеваниям. Принимали участие тоже какое-то время врачи из Китая. И тогда у него были достаточно серьезные улучшения. Потом врачи из Китая были отстранены от лечения. И на данный момент полностью его лечением занимаются только российские врачи. И онкологией занимаются российские врачи. Но, опять-таки, консультируют, насколько я знаю, врачи из Израиля. А операцию проводили только российские медики. И обратите внимание, мы об этом сообщили утром в четверг. Операция состоялась в среду вечером. И Владимир Путин как-то резко выполнен из информационного пространства. Даже не запускают особо консервы. Немножко где-то я замечал, консервы были по Путину. А немножко осложнилась его ситуация со здоровьем. И консервы оттягивают на будущее, на ближайшее. Для того, чтобы иметь возможность держать Путина под медицинским контролем. Не показывать его на публике еще какое-то время. И еще хочу обратить особое внимание на то, что президент Белоруссии Лукашенко, это тоже широко не афишировалось, моментально прилетел в Сочи. Как только запахло жареным, как только он понял, что может что-то быть, он как старый стервятник, почувствовал падаль, почувствовал полутруп Путина. Он реально боится за свое будущее. И лично желая убедиться в том, что Путин до сих пор жив и более или менее себя чувствует, он вылетел в Сочи. Якобы все шутят, что это для посещения Формулы-1. Так как он ярый поклонник Формулы-1, конечно, все глупость. Какая там Формула-1, где Лукашенко, где Формула-1. Ну, красивый повод, понятно, что красивый повод, можно его придумать когда. Он же не мог сказать, что я еду с ним кататься на лыжах, когда нет снега, да? Ну, вот придумали Формулу-1. Да, да, вот Лукашенко решил лично убедиться, что все нормально, что Путин еще дышит, и в будущем еще какое-то время будет ему помогать. Но, опять-таки, будем смотреть, будем наблюдать, как будет дальше. Да, ну, значит, в продолжение значимых тем недели есть юридическо-шпионские темы, конечно, очень значимые. Это два решения. Во-первых, полиция Лондона назвала третьего подозреваемого в деле об отравлении Скрипалей новичком в 2018 году, которым назван Денис Сергеев, генерал ГРУ, выступающий под псевдонимом Сергей Федотов. И, с другой стороны, в Страсбурге ЕСПЧ признал Российскую Федерацию под руководством Владимира Путина ответственной за отравление Александра Литвиненко полонием в 2006 году, и присудил его вдове Марине Литвиненко 100 тысяч евро. Да, и, значит, по этому поводу сразу поднялся огромный скандал. Ну, вот с историей интересно, что, опять же, знаем, что Луговой в той же самой Думе является депутатом, то есть обвиняемый, прямо обвиняемый, кстати, в решении ЕСПЧ тоже были названы эти обвиняемые, Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. И, значит, Захарова и Песков тоже стали говорить, что вообще это жуткое решение, неправильное, и Луговой тоже высказался. Что вы со своей стороны можете сказать по этому вопросу? Ну, решение ожидаемое, потому что это правда. Я считаю, что решение должно было быть намного раньше, но российские, извиняюсь, европейские бюрократы, как всегда, все оттягивают на многие-многие годы. Убийство Литвиненко было демонстративным, и способ убийства был абсолютно демонстративным. Не выявить было практически невозможно. Вы знаете, Сергей, что Луговой является таким моральным авторитетом, не то что моральным авторитетом, а авторитетом, и таким его фактически герой для многих российских разведчиков из ГРУ. Конечно, да. О нем говорят с придыханием. Я просто знаю многих людей, я как бы общался, и знаю многих людей, которые говорят о Луговой с придыханием. И мне это было достаточно смешно, потому что это такой, можно сказать, что не совсем крупный жулик, и достаточно такого среднего образования человек, достаточно ограниченный, и делать из него героя, это скорее так, большая глупость. По крайней мере, это в узких кругах. Ну, да, да, да. Ну, а Чипига тоже, Чипига там прям герой России, и полковник ГРУ, который участвовал в истории с новичком. То есть, понятно, что совершенно... Причем самое интересное, вы знаете, я для любопытства просто заглянул еще раз на всякий случай в закон о внешней разведке в российской, в котором прямо запрещено использование силы. То есть, там запрещено, что при исполнении своих целей и задач органы внешней разведки Российской Федерации не могут наносить ущерб физическому здоровью и жизни граждан. Причем граждан имеется в виду не только российских, а всех, любых граждан, любых физических лиц. То есть, они нарушают еще откровенно свой собственный российский закон, когда проводят мокрые дела за границей. Да, абсолютно так и есть. И я хочу тут немножко, правда, скорректировать. Дело в том, что Чипига получил звание героя не за операцию Солсбери. Он получил звание героя раньше, когда... До нее он уже был героем России, да. Да, да, да. Мы уже об этом писали. Он имеет некоторое внешнее сходство с Пушилиным, главой ДНР. На то время Пушилин еще не был главой ДНР, но он был там один из лидеров того движения сопротивления, якобы. И, конечно, он был абсолютно марионеткой. И на него было несколько покушений диверсионных групп с украинской стороны на Пушилина. И для того, чтобы его прикрывать, был... Как раз вот Чипига участвовал в прикрытии Пушилина. И его гримировали под Пушилиным. У него достаточно серьезное внешнее сходство. По крайней мере, среди тех людей, которые были в ГРУ в то время, наибольшее внешнее сходство было у него с Пушилиным. Он был загримирован под Пушилиным. И несколько раз диверсионные группы были отведены по ложному следу благодаря Пушилину. И за это этот негодяй получил звание Героя России. Вот стоит эта операция, когда его под клоуна разрисовывали, под реального клоуна, под марионетку. И пускали по ложному следу там... И он рисковал, да, рисковал, конечно, своей жизнью. Из-за какого-то клоуна. Это стоит это звание Героя России или нет? Вот я советовал многим слушателям задумываться по этому поводу. Насколько обесценили звание Героя России Путин и его окружение? Ну, они вообще все обесценили. Вообще нет ничего не осталось серьезного. И я, конечно, удивляюсь даже иногда на приличных людей, которые ходят в Кремль получать эти цацки от людей, которым руку даже пожать нельзя, с которыми сговаривать нельзя, близко с которыми нельзя вообще садиться и светиться на фотографиях, на видео каких-то. Но, знаете как, тщеславие – это вещь сложная. Тщеславие – седьмой грех смертный. И с ним человечеству очень трудно бороться. Согласен. И еще Денису Сергееву после того, как его… Я напомню, что сейчас это просто констатировали его присутствие и его участие в той спецоперации власти Великобритании. А до этого издание «Инсайтер» и «Биллингэт» достаточно подробно рассказывали об участии этого человека в спецоперации в Сулсбери. Да, 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 и «Благоричики». Да, и потом у него были достаточно серьезные проблемы с российскими властями, он решил скрыться. Он вышел на меня, я лично с ним общался, я тогда тоже уже находился за границей. Он пытался найти у меня поддержку, а потом через какое-то время исчез. Исчез бесследно, я, честно говоря, даже не знаю его дальнейшую судьбу. Как я понимаю, он все-таки оказался в России. Дальнейшую судьбу в России я, честно говоря, не знаю. Да, ну, была такая ситуация. Ну, в России тоже у нас всякие сложные ситуации есть. То есть, вот, напомним, что на этой неделе была такая дата, траурная дата для американцев. Это был тысячный день заключения Пола Уиллана 23 сентября. По этому поводу посол США в Российской Федерации Джон Салливан сделал заявление, напомнил, что, значит, приговорили этого американского гражданина в закрытом судебном заседании на основании засекреченных улик к 16 годам заключения. Вот он уже там больше трех лет содержится, ну, почти три года, тысячу дней содержится в российской исправительной колонии. Сергей, вы понимаете, Путин большой символист. Для него люди, которые находятся в заключении граждан США, это заложники. Для него люди, которые находятся в заключении, граждане России, которые находятся в заключении США, это заложники с той стороны. Поэтому он все это воспринимает на уровне, он в душе себя ощущает террористом. мы еще об этом поговорим, вот он с точки зрения террориста ведет переговоры со всеми и с точки зрения террориста воспринимает ситуацию. Он считает, что он взял заложника. Этот заложник существует для того, есть в США БУД, который достаточно долгое время там находится, в заключении, еще должен находиться достаточно долгое время. Путин надеется Уилл наобменять на кого-нибудь. Виктор, да, ну значит, вот у нас террористы разные бывают, вы там начали говорить про Виктора Бута. И еще можно напомнить, такая тоже очень известная громкая фигура на этой неделе французским судом был, значит, третий пожизненный срок назначен Ильичу Рамирису Санчесу по кличке Шакал. И я знаю, что вы знаете, что Путин тоже огромный интерес питал к этой персоне. Да, абсолютно. Я хочу рассказать интересную историю. Я надеюсь, что она интересная. Я не такой замечательный рассказчик, как вы, Сергей. Отдаю вам должное, абсолютно. Спасибо. Ничего, ничего. У вас тоже все хорошо получается. Да, спасибо. Хочу рассказать ту же историю. У нас было закрытое совещание. От разведки были четыре человека. Два человека были от ФСБ. И был президент России Владимир Путин. И мы обсуждали там определенные вопросы. И Путин очень не любит общаться и особенно слушать темы, которые ему не интересны. Он принимает отстраненный вид, начинает смотреть по сторонам. Те, которые люди с ним общаются, это прекрасно знать. Поэтому пытаются увлечь его в те темы, которые ему интересны. И вот, помимо рабочих вопросов, затронули тему Владимира Ильича Ленина, революции. Он любит эту тему, любит про Владимира Ильича порассуждать. И как-то мы Ильич, 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 и вышли на Ильича Ромиреса Санчеса по прозвищу Шакал. Ну, аналогия там, там Ильич и тут Ильич. Я не помню, кто, кто-то подвел к этому. И у Путина загорелись глазки. Он с таким интересом и увлеченностью стал обсуждать этого человека. Я напомню, что это известный террорист. Он на его руках кровь многих людей. Это реальный террорист, который совершал взрывы. В том числе и во Франции за ним. Почему французы за ним охотились? Да, да, да. Он, насколько я помню, гражданин Венесуэлы. Но пытался совершать какие-то там конпродуктивные меры в Европе. И я просто удивился, насколько Путин хорошо знает, историю этого человека. Насколько он хорошо знает многие подробности, я был просто, ну, серьезно удивлен. Он знал и про его девушек. И с такими подробностями, что просто потрясающе. И разговор продолжался на протяжении, наверное, минут сорока. Он рассказывал про этого человека достаточно подробно. И я был достаточно серьезно удивлен этим знанием. Ну, он был действительно увлечен этим человеком. И вот в процессе общения затронули также тему, что он достаточно давно находится в тюрьме. На тот момент это был, если мне память не изменяет, 2017 год. Он достаточно долгое время находится в тюрьме. Практически на тот момент, если я не ошибаюсь, под четверть века он уже находился в тюрьме. Ну, да, 23 года, да, уже находился. 22-23 года, да, на тот момент. И вот как-то так скользь, скользь, скользь. И начали, те, кто участвовал в совещании, начали ему там подкидывать какие-то идеи. Типа, что уже давно, может быть, попросить, как раз тогда Макрон стал президентом, может попросить Макрона о помиловании. Ну, не напрямую, а и тогда была принята такая интересная идея. Чтобы собрать интеллигенцию и написать открытое письмо Макрону по поводу того, чтобы как раз вот освободить им этого террориста. Попросили, я знаю, что... И тогда еще в процессе обсуждения была произнесена фамилия Александра Проханова, писателя, псевдопатриота. И действительно было такое обращение к Проханову, от которого он не мог отказаться. Он собрал общественность, собрал нескольких писателей, собрал не только Проханов, там еще были деятели, к которым тоже обратились. Была создана группа лиц, которые написали открытое письмо к Макрону с просьбой освободить этого террориста. И здесь замечательно пришлось на руку Путину. Путин упоминал это, я знаю, на 100% в разговоре с Макроном. Потом, когда Макрон просил за Сенцова, тогда Сенцов находился в российской тюрьме, которого тоже обвиняли в терроризме, у которых, естественно, террористом не был. И когда Макрон упоминал в разговоре, что вы же, у вас же Сенцова, освободите Сенцова, он говорил, а вы освободите Рамиреса Санчеса по прозвищу Шакал, который реально является террористом, который устраивал взрывы. Ну, такой именно сделал скотский разворот. И я знаю, что Макрон был очень удивлен этим. Тогда Сенцов стал почетным гражданином Парижа, если я не ошибаюсь, как раз в то время. И Путин говорил, вы же видите, вы делаете террористов почетными гражданами Парижа, а у вас террорист томится, отпустите его, и мы отпустим Сенцова. Ну, а Макрон, может быть, даже и пошел бы на это, потому что сейчас вообще странная ситуация у нас складывается во Франции. Если уж мы заговорили про французские дела, вот такая информация прошла, что президент Франции, Макрон, выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь в организации выставки и коллекции живописи братьев Михаила Ивана Морозова в Париже. Ну вот, значит, Макрон, почему он, Владимир Владимирович, вспомнил, это потому что подлодки со строителями не состоялись, и потому что самолеты со швейцарцами не состоялись. Нужно теперь смотреть обратно в российскую сторону? Да, в том числе, конечно, как один из поводов, да, несомненно. Конечно, Макрон очень обижен на президента США. Был разговор между Макроном и Байденом, но, опять-таки, разговор был преподнесен как примирительный разговор. Несомненно, конечно, французская сторона находится в неприятных ощущениях от того, что сделали американцы. Да, и англичане, потому что там в хупе с англичанами, да, в хупе с англичанами. Мы напомним нашим зрителям, что там история такая, что во время правления Оланда, Оланду удалось сделать прорывные контракты, там много было заключено контрактов о продаже вооружения в Индию, в Саудовскую Аравию, в Австралию. Значит, в Австралию австралийцы подписали с французами контракт о постройке 12 дизельных подлодных лодок на общую сумму 60 миллиардов долларов. И, конечно, для Франции это была прорывная вещь, но французы очень долго раскручивались. И у австралийцев возник на определенном этапе сомнение по поводу этого контракта. А теперь, значит, американцы и англичане подсуетились и очень вовремя перетащили этот контракт к себе. И, конечно, французы потеряли такой курс, 60 миллиардов долларов. Это, в общем, очень серьезная вещь для французских верфей. И, конечно, одновременно тут была еще и Швейцария, когда Швейцарская конфедерация отказалась покупать также французские истребители. И, в общем, когда два таких контракта ссылаются, ну, в общем, не хотел бы я быть на месте Макрона, откровенно говоря. Да, я согласен. Макрону действительно очень сложная ситуация. Впереди выборы президентские, а достаточно серьезный удар, такой внешнеполитический отказ от таких великолепных контрактов, которые, вы правильно абсолютно отметили, заключил не он, именно не при нем были заключены эти контракты, а фактически его будут обвинять в том, что он их, извиняюсь, про это самое, про Фуков. Да, тем более, что его сам Алан критиковал, потому что он его предал, он был министром в его правительстве, потом сам вышел на выборы вместо Аланда. То есть между ними сложные отношения, и теперь, конечно, Алан тоже в кулуарах где-то он очень доволен, потому что он может теперь показать, вот видите, я заключаю все контракты, а Макрон все про Фуков. Проблема Макрона, на мой взгляд, ну это опять-таки мой субъективный взгляд, в том, что он, когда стал президентом, пытался заигрывать и с тогдашним президентом США, Дональдом Трампом, если вы помните, он летал в США, садил деревья вместе с Трампом, помним, помним. Откровенно, там откровенно потешался с этой ситуацией, просто откровенно потешался. Потом Макрон вылетел в 2018 году в Россию, участвовал вместе с Путиным, и он не участвовал, находился вместе с Путиным во время награждения сборной Франции, да, тогда Франция победила в чемпионате мира, и, да, если вы помните, Путин стоял под зонтиком, а Макрон, да, если я не ошибаюсь, президент Хорватии, да, по-моему, Хорватия тогда вышла в финал. Да, дама, 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 да, они стояли без зонтиков, Путин стоял под зонтом, а Макрон откровенно, это было просто, ну, опять-таки, это все символизм, это было все предусмотрено, Путин откровенно издевался над Макроном, это было откровенное издевательство, я знаю, что он просто позволял Макрону находиться с собой, по его словам, я знаю просто ситуацию в то время. И было это достаточно неприятно, некрасиво, если вся эта картинка выглядела, почему Макрон продолжает заискивать и делать реверансы в сторону российского руководства, здесь есть и еще определенные, конечно, причины, есть и причины бизнеса, которые давят на Макрона в плане... Серьезные, да, серьезные, да, потому что мы понимаем, что на него давят лобби, вина, производство сыров, производство товаров люксовых, которые, конечно, очень хорошо идут на российском рынке. То есть лобби пророссийское во Франции очень сильное. Очень сильно, очень сильно лобби, вы абсолютно правы, и на Макрона действительно сильное давление, но помимо всего этого есть еще определенного рода компромат в сторону французского президента. Я не знаю, я не буду отвечать, насколько он соответствует действительности, насколько соответствует действительности эта информация, но, по крайней мере, Путин всегда собирал, особенно молодых перспективных политиков европейских, у него целая коллекция интересных сообщений, интересных фактов. По его мнению, это факты. Дело в том, что я знаю, что многие факты были сфальсифицированы, Путин тоже находится в плену определенных иллюзий, он считает, что он обладает каким-то громадным количеством информации на очень многих европейских политиков, по-настоящему то, что соответствует действительности, там не более 10-15%, все остальное фикция, которая ему преподнесена, как реальные вещи. Поэтому то влияние, которое он собирается и может использовать путем шантажа, оно очень-очень ограничено. Ну, а потом, мы же видели на примере Трампа, то есть Россия вмешала в 2016 году откровенно, это всем понятно, потому что были расследования, в том числе ФБРские, что Россия вмешивалась, и в результате они сами же обрезали руки Трампу, потому что тот не мог ничего сделать, потому что иначе его сразу начинали обвинять, что вот ты работаешь на Россию, когда там он в Финляндии чуть-чуть сказал что-то в пользу Путина, поднялся такой хай, в том числе в самом даже лагере консерваторов американских. Абсолютно право. Если вы помните, вы, конечно, это прекрасно помните, в Советском Союзе всегда были поддерживали, не то, что поддерживали, а всегда были более благосклонны к демократам, к республиканцам, всегда считались ястребами, которые хотят напряженных отношений к Советским Союзам, я помню избирательную кампанию, если не ошибаюсь, 1987 года, когда был Джордж Буш-старший и Дукакис, если вы помните, в США претендентами на президентское кресло, и я помню, как в Советском Союзе пропаганда жестко отзывались о Джорджа Буша-старшем, ну, тогда еще не было Джорджа Буша-младшего, она в горизонте, был только Джордж Буш-старший. Ну, он был каким-то минатором или конгрессменом уже тогда он был, он следил в политике, но папа, конечно, занимал первое место, совершенно понятно. Потом папа же был бывший директор ЦРУ, то есть как его не обгадить? Да, конечно. И вот демократ Дукакис был тот человек, которому благоварило советское руководство, и я помню прекрасно, как после победы Джорджа Буша-старшего были симпатии к Дукакису, тоже там были какие-то намеки, что нечестные были выборы, нечестная кампания и так далее и тому подобное. Там в то время президент Рональд Рейган назвал Дукакиса то ли больным, то ли инвалидом, как-то он там неловко выразился, и это обсмактовала советская пропаганда на протяжении нескольких месяцев, что вот смотрите вмешательство, президент вмешивается в кампанию, на стороне Джорджа Буша и так далее и тому подобное. И абсолютно забыв, что в Советском Союзе не было точно так же, как и в современной России, абсолютно никаких выборов, было только инсинуация. Но насчет того, что Советский Союз всегда поддерживал демократов, я с вами не соглашусь, потому что президент Картер, который был демократом в 79-м году, осудил ввод войска в Афганистан в декабре месяце, не просто осудил, а развернул даже огромную кампанию, санкции против СССР, бойкоты Олимпийских игр 80-го года в Москве, то есть демократы, кстати. И откровенно говоря, вот по Франции, я знаю, что социалистами у Советского Союза всегда были напряженные отношения, гораздо более напряженные, с тем же Метераном, кстати, который выдворил из Франции 47 наших разведчиков в 84-м году. И по моим как раз воспоминаниям, Советскому Союзу при всей идеологической несовместимости им всегда было удобнее работать с консерваторами или с республиканцами? Дело в том, что ввод войск в Афганистан, конечно, перечеркнул любые хорошие отношения, даже не то, что хорошие, любые намечающиеся потепления с западным миром, это несомненно. Там американское правительство не могло поступить по-другому, американский президент не мог поступить по-другому. Что касается Метерана, Метеран, на мой взгляд, вообще один из последних людей, плеяды великих политиков, реально великих политиков и реально больших личностей, которые были в политике, Метеран был одним из таких наравне с Маргарет Тэтчер, наравне с Рональдом Рейганом, замечательным политиком, замечательным политиком с большой головой. Его уход и приход Жака Ширака, Жак Ширак уже был такой, ну, опять-таки, это, на мой взгляд, более, как это помягче выразиться, не совсем честно вел политику и не был таким ярким. Нет, но здесь можно даже говорить прямо, потому что он даже осужден французским судом за подделку всяких вещей, связанных с выборами, с голосами, с покупкой голосов на выборах. Так что, в общем, он даже по французским понятиям, его можно называть преступником, потому что он осужден судом. Да, да, жулик, жулик. И методы ведения политики у него, да. Его единственное решение, которое, ну, опять-таки, это все, на мой взгляд, решение, которое стоит внимания и отдать ему должное, это то, что он сократил срок президентства на пять лет. Было семь лет у французских президентов, были власти. Он один срок пробыл семь лет, а второй срок он был пять лет. То, что он сократил добровольно, да. Ну, это хорошо. Вот вы говорите единственное положительное. А у меня, я могу вам тут же добавить, а у меня есть такое отрицательное, против которого все положительные уходят вспять, потому что он был президентом Франции, который дал высшую награду или высшее звание почетной Франции, высшую степень ордена почетного легиона Путину, причем почти секретно. И даже когда он ему секретно вручал эти знаки отличия, каваляра, то, что называется Грангхо, большая звезда, он даже снял свою эту самую штучку, которая носится на лацкане пиджака, и ее отдал Путину. И после этого, а Путин ему там, вернее, даже Ельцин ему дал какой-то высший российский орден. Так что, в общем, обмен российскими такой незаслуженными наградами с Шираком продолжался довольно долго. И, кстати, вот после признания Путина Шираком после этой награды, Ширак для меня перестал существовать как политик французский навсегда. Да, согласен. Плюс, если я не ошибаюсь, по-моему, и Геннадий Тимченко, один из ближайших друзей Путина, имеет орден француза почетного легиона. Это, опять-таки, если я не ошибаюсь, но, по-моему, это так. Ну, там важен не просто орден, потому что орден французского легиона, он выстроен по образцу рыцарских орденов, и в нем есть очень много градаций. То есть, вот там, шевалье, кавалер ордена почетного легиона, это самый низший ранг. А в нем есть самый высокий ранг, который получает, я не знаю, вот президент Франции, когда он становится президентом, он становится великим магистром этого ордена, и ему одновременно тут же присутствует вот этот самый высший ранг, Гранд Хоа. И вот у Путина есть точно такой же ранг, как есть у Макрона и у всех президентов Франции. Вот в чем фишка-то. Да, 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 все так, все абсолютно лучше. Хотя совершенно нерукопожатный человек. Но, с другой стороны, на этой неделе состоялось такое приятное, да, вот мы говорим о каких-то напряженностях, и о каком там, я не знаю, там Макрон пытается наладить какие-то отношения, но вот в США зато состоялось хорошее очень решение, да, значит, комитет по регламенту Палаты представителей одобрил законопроект, который рекомендовал администрации президентской ввести новые санкции в отношении 35 человек, соратники российского, по предложению Алексея Навального, да, по обвинению в нарушении прав человека и коррупции. То есть понятно, конечно, что это решение только пока рекомендация, она должна сначала быть проголосована, ну, туда в этот список, конечно, такие известные, там, Роман Абрамович, Алишер Усманов, Дерипаска, Сечин, Миллер, там, и Шувалов, Золотов и прочее, Эрнст, я не знаю, Маргарита Симонян, Бортников, Бастрыкин, то есть там по полной программе, то есть единственной фамилии, которой там не хватает, это Владимир Владимирович Путин. Да, тоже немаловажно, тоже немаловажно. Вы абсолютно правы, я, насколько понимаю, если я правильно, опять-таки, понимаю, это не связано напрямую со списком Навального, просто, да, многие люди, которые были в списке Навального, учтены в том списке, который твердил, Конгресс США. Да, еще предстоит рассмотрение этого списка Сенатом и потом утверждение президентом США, как я понимаю. Ну, замечательно, по крайней мере, смелые поступки, отличные, и если бы европейские политики были более расторопны, были не такими трусливыми, были более нацелены на достижение каких-то определенных целей в давлении на российское руководство, то, я думаю, аналогичные списки не составило бы труда утвердить и в Евросоюзе. Но Советские, извиняюсь, я уже Евросоюз, как Советский Союз воспринимаю. Достаточно аморфная организация. Кстати, во Франции, всегда это так и говорилось, Францию считают Советским Союзом, которому удалось, так сказать, какую-то эффективную, более-менее эффективную экономическую политику проводить. То есть понятно, что в Европе можно назвать нескольких стран, которых можно прям кальку провести по Советскому Союзу, по Советский Союз. То есть здесь это даже не оговорка. Это по факту является такой, почти фактология, а не оговорка. Да, да, да. И вот в последнее время я читаю в прессе, то, что у многих, даже я читаю, что у немцев менталитет меняется в связи с пандемией. Многие стали более нацелены на направление в сторону социализма и так далее и тому подобное. Считаю, что государство должно больше заботиться о человеке путем отречения от каких-то определенных свобод личных. Но будем смотреть. Опять-таки, не стоит забывать, что Макрон, по-моему, хочет в перспективе быть главой Евросоюза, если я правильно понимаю. Ну, что он хочет, мы к нему в голову не можем залезть, конечно, но он понимает, что у него довольно слабые перспективы выйти на второй срок. Поэтому, когда у тебя такие слабые перспективы, то ничего другого не остается, как посмотреть, а что можно сделать в Брюсселе. Да, да. А, опять-таки, не стоит забывать, что впереди у нас выборы в Бундестаг на этой неделе, если я не ошибаюсь. Очень тоже важная веха. Фактически, локомотивом Евросоюза является Германия, и как обернется там ситуация, тоже интересно посмотреть, кто придет к власти. Останутся в Брюсселе. Да, тем более, что эпохальная эпоха такая заканчивается, потому что, конечно, Меркель, там, 18-16 лет, она как канцлера в политике, она там гораздо больше, то есть, она была министром до этого, и, в общем, конечно, она политик была очень сильной, и французы всегда очень ревниво смотрели на Германию, всегда пытались с ней заигрывать, и, как правило, все французские президенты, там, и Аланта, и даже там Саркози до этого, первый визит, который они наносили вообще после избрания президента, буквально там на следующий день или в день избрания, вступления в должность, это всегда был визит в Берлин к Ангеле Меркель. Да, Ангела Меркель, безусловно, большой политик, и она не великий политик, несомненно, не великий, никаких прорывов при ней не было, но, опять-таки, ситуация была стабильной, Германия продолжала быть локомотивом Евросоюза, не сдавала позиции, она вытянула Грецию, благодаря ей, благодаря ее решениям, Греция была спасена от дефолта, от последствий дефолта, и, да, несомненно, Ангела Меркель большой политик, с Путиным она себя вела более чем корректно, она считала его как больше так в манере провинившегося ученика, она была для него как учитель, что ли, и смотрела на него всегда так, немножко свысока, и с каким-то таким, старалась его понять, старалась понять, что и какие мотивы двигают этим человеком. Я скажу, что на 90% она не поняла этого человека, абсолютно не поняла, но опять-таки те отношения, которые она выстроила, были достаточно прагматичными, и Северный поток-2, которая фактически она продавила, продавила, ну, реально надо смотреть правде в глаза, продавила этот проект она. Я тоже хотел вам сказать, что когда за ней стоит экономическое лобби, огромное экономическое лобби, которое заинтересовано в торговле с Россией, и когда Германия зависит от энергоносителей российских, то ей трудно не быть прагматиком, потом немцы всегда в прагматике. Да, да, все абсолютно так. Окей, ну, завершая международную тему, я бы хотел сделать такую ремарку, не знаю, согласитесь вы, не согласитесь, значит, чуть-чуть еще вернуться, опять же, к генассамблее. Вот у меня есть там один мой приятель по Фейсбуку, который отсматривает все выступления, всех-всех-всех, которые там прошли за последнее время, начиная там от Байдена и кончая там какими-то африканскими лидерами. И он мне высказал такую интересную мысль, что в этих выступлениях практически не звучит Россия, то есть России нет в повестке международного, в международной повестке дня на генеральной ассамблее. Там проговаривается США, там проговаривается Китай, там проговаривается ковид, там проговаривается потепление климата, там время от времени проговариваются какие-то проблемы типа Кобы, Афганистана или даже Палестины, а России нет абсолютно. Нету в международном плане Российской Федерации. Ну, раз никого не убили, что ничего не аннексировали, никуда не встряли в очередную жопу, то, скорее всего, я говорить пока не буду. Пока Путин находится в власти, пока этот человек находится в власти, никаких кардинальных изменений в лучшую сторону, по крайней мере, не будет, это однозначно, я имею в виду и в международной повестке 100%. А в внутренней повестке как раз у нас там убили, как раз у нас там ФСБ раскрыло очередную ячейку якобы террористов в составе которой граждане Таджикистана, до этого там были в августе месяцы примерно по той же плане центра Азиатского региона, там, значит, религиозные экстремистские ячейки, ну и стрельба в Перми, то есть, наверное, вот мы плавно тогда перейдем в наши такие не совсем счастливые дела в трагедии какие-то, которые происходят при Путине, пока он сидит в бункере, отсидывается в бункере. Да, согласен, ситуация с обнаружением террористов это ситуация известна, мы уже об этом рассказывали много раз и в конце января, в начале февраля этого года у нас в телеграм-канале генерал Сверм писали на эту тему, Путин вплотную сотрудничает с президентом Таджикистана Рахмоном с территории Таджикистана люди, которые были там завербованы отправляются в Россию частично, часть из этих людей отправляются в Россию, в России формируются ручные террористические организации под контролем ФСБ и когда они уже приходят в состояние, когда готовы совершать террористические акты, есть какой-то определенный промежуток времени, когда они находятся в таком состоянии, в любой момент готовы, когда в любой момент готовы совершить террористический акт и если их услуги не нужны, вот допустим были выборы, была подготовка таких псевдоорганизаций и если бы было массовое волнение, если бы была какая-то протестная динамика, российское руководство всерьез рассматривало с помощью этих террористических организаций переломить ситуацию в свою сторону, по крайней мере сместить повестку в сторону борьбы с терроризмом, используя эти террористические организации. Путин по своей натуре является террористом. Так как это произошло в 99-м году, когда он стал премьер-министром и когда там встал вопрос о том, что возможно он станет преемником Ельцина, то мы все помним эти террористические акты, эти взрывы домов, то есть за ним это как бы его лицо, то есть мы понимаем, что он с этого начинал и этим же закончится всегда. Абсолютно, согласен с вами, именно так и есть, именно таким способом мы собирались повестку менять. И на сегодняшний день эти увидели, что никакой протестной динамики нет и эти террористические ячейки ликвидируют. Мы уже рассказывали тоже алгоритм ликвидации этих террористических ячеек, в основном просто людей тихонько убирают, ликвидируют, вывозят, в лесу хоронят, а частично часть этих ячеек якобы раскрывают для показателей, для того, чтобы российский народ держать в тонусе. Смотрите, сколько у нас террористов проникает, а вот этим последним выявлением ячейки, это вообще смех, они рассказали, что люди из Таджикистана приехали и решили принять какую-то идеологию Талибан. С чего они решили, почему решили, каким образом решили. Какой-то один русский парень в их ячейку вошел, который тоже захотел быть в идеологии Талибан. Начнем с того, что у Талибана как таковой идеологии именно отдельно талибановской практически нет. Что они имели в виду, приняв идеологию Талибана, но, по-моему, они уже не совсем задумываются над какими-то реальными легендами, а сообщают, видят, что российская публика, которая смотрит федеральный канал и все ест без лишних проблем, и поэтому уже сильно над легендами не задумываются. А по поводу стрельбы в Перми, ну, это, я считаю, случай с рядом и выходящим, бессомненно, но такое существует по-моему, во многих странах мира. Здесь играет роль, как я понимаю, опять-таки, определенного рода напряженность за нет какой-то увлеченности детей, в секциях, нет увлеченности детей, нет направленности, по крайней мере, четкого понимания, как себя ребенок чувствует психологически, как себя ребенок ощущает в школе, в институте и так далее и тому подобное. Нет нормальной работы психологов, нет абсолютно нормальной работы психиатров, когда идет оценка человека на предмет покупки оружия. Тут беда всей системы и в то же время можем видеть примерно такие же моменты и в США, и во многих других странах мира. Это нельзя сказать, что здесь виноваты только российское руководство. Российское руководство виновата в том, что нет нормального контроля в процессе, когда человек оформляет разрешение на покупку оружия. Это несомненно. Здесь, конечно, громадную роль играет коррупция, которая просто пронизала все сферы деятельности в государственном секторе. И, да, несомненно. Я тоже не вижу в этом инциденте, в этой трагедии пока никакой манипуляции, потому что, в общем, совершенно было понятно, что у парня сложный психологический портрет, у него там отец-боевик, и вообще он там увлекался оружием, и, строго говоря, ему мама совершенно спокойно смотрела, как сын купил ружье и поставил себе сейф, он своей подружке тоже показывал это ружье, то есть вокруг него такая еще индифферентность как бы проявилась, то ли он их никого не слушал, то ли они не хотели ему сказать. Но вот, кстати, по поводу Перми гораздо более интересное развитие событий связано с самоубийством начальника Следственного комитета по Пермскому краю, да, сразу после визита Бастрыкина, то есть мы понимаем, что 20-го числа состоялся этот расстрел, конечно, все на уши поставлены были начальники краевые, приехал 22-го Бастрыкин, устроил, конечно, всем разгоны, хотя они, в общем, ни в чем не виноваты, потому что эти случаи предусмотреть невозможно, это понятно, что такие же случаи происходят в США, где легкий доступ к оружию, и вот, значит, человек самоубился после этого дела, и, в общем, ну, довольно серьезно рассматривается версия, что он просто не выдержал давления своего начальника, хама, да, который там при подчиненных устроил там вам разнос, типа, а может быть, даже Бастрыкин его разносил за то, что, а что ты мне не сделаешь из этого парня террориста, посмотри, какое красивое имя нерусское, давай-ка мы запустим историю, вот, сразу после выборов, давай ты меня расследуешь и найдешь там, я не знаю, у него листовки исламистские, и там, я не знаю, компьютер, на котором какие-то там, я не знаю, видео были, или там, что-нибудь такое, как вы к этому отнесетесь? Ну, смотрите, здесь история начинается немножко раньше, дело в том, что готовится большая очистка в силовых структурах, и следственный комитет не исключение, дачей, который покончил же самоубийством, его фамилия Сарапульцев, он находился в черном списке, на, ну, есть такой, так называемый черный список, они уже составлены, вот как раз Сарапульцев находился в черном списке у Бастрыкина, то есть фактически выезжая на место, он уже, Бастрыкин уже был настроен на конфликт, настроен не столько на конфликт, сколько на решение конфликта кардинальным путем он собирался увольнять Сарапульцева, это уже была домашняя заготовка, действительно произошел конфликт, по нашим данным, конфликт произошел предварительно, еще перед основным заседанием, Сарапульцев имел разговор с Бастрыкиным в присутствии еще одного человека, там они, не стесняясь выражений, сначала Бастрыкин на него надоел, потом вот Сарапульцев вроде как сдали нервы, и он там наговорил каких-то глупостей, Бастрыкин сообщил наверх, но наверх это в сторону президента, в администрации, не только не в администрации, извиняюсь, а в Патрушеву сообщил о ситуации, и с Сарапульцевым решено было заканчивать, заканчивать вопрос, не вынося ссоры из избы, не устраивая публичных экзекуций, не выгоняя его с должности, не заводя против него каких-то определенных уголовных дел и так далее, и тому подобное, решили просто его ликвидировать, и по нашим данным, Сарапульцев был убит, его убили, у него дома его повесили, инсценировав самоубийство. А, вот такая вещь, я видел на вашем канале, ну в общем, серьезная, серьезная версия, непростая версия. Да, еще раз скажу, что существуют черные списки, мы уже писали об этом еще в середине июля, если мне не изменять память, о том, что готовится большая очистка и о том, что очистка уже подготовлена, основные мероприятия по подготовке уже проведены, проведены, будет большая очистка в силовых структурах, по крайней мере, старт я еще не дан, но вся основная подготовка уже проведена, уже есть списки людей, которые будут... Как старт не дан, Зиничев? Зиничев уже был там... Да, Зиничев согласен, да, но Зиничев это как-то фальшстарт, раньше времени, да, был человеком, он не был, он не входил в тот список, в те списки, не входил в... Там тоже интересная ситуация развивается по Зиничеву, я думаю, надеюсь, что на следующей неделе будет более понятно, и тогда мы с вами говорим эту ситуацию, там вообще очень интересно все получается, не просто интересно, а сенсационно интересно по движениям в той стороне, но посмотрим, я же говорю, давайте перенесем это на следующую неделю, пока, когда, может быть, возможна информация подтвердится, и мы тогда с вами более детально это обсудим, а по поводу Сарапульцева, да, он был в черном списке, и это тоже не секрет, как оказывается, я смотрю, что и в прессе мелькает его фамилия о том, что он был в списке людей на увольнение из Следственного комитета, и на сегодняшний день эта информация все больше и больше распространяется, я имею в виду о том, что грядут чистки, и в скором времени, я думаю, что будут большие-большие перемены, я так думаю, по крайней мере, если президент России Владимир Путин на это решится в столь трудный период. Окей, ну что, Виктор Михайлович, я так думаю, что нам есть смысл на этом, наверное, заканчивать нашу передачу, мы даже больше часа говорили, самые главные темы обсудили, и будем продолжать наше сотрудничество, как я надеюсь. Да, безусловно, формат замечательно заходит, я смотрю, по количеству просмотров, по общей динамике, заинтересованности нашим форматом, я считаю, что мы выбрали великолепный формат, и спасибо вам за поддержку. Спасибо.